Здравствуйте! В эфире проект в ритме жизни в студии Руслана Иванов. О самом интересном из мира интернет и хай-тек технологии узнаете прямо сейчас, не пропустите. Представьте будущее, в котором роботы научились сливаться с окружением, благодаря возможности изменения своего цвета, как хамелеоны. На самом деле и представлять не нужно, такие роботы уже здесь. Робота, способного изменять свой цвет в зависимости от окружения, создали робототехники из Уханьского университета Китая. Машина выполняет этот трюк благодаря множеству установленных на его корпус контактных плазмонных, не путать с плазменными, панелей. Сами панели представляют собой стеклянные листы со множеством микроскопических отверстий диаметром 50 нанометров. Листы покрыты слоем позолоты, которое создает над отверстием своеобразные купола. Верхним слоем на дисплеях расположен электролитный гель с украплением ионов серебра. Искусственное изменение имеющегося здесь электрического поля заставляет ионы серебра притягиваться к частицам золота, что в результате приводит к смене цвета. Робот наделен специальным сенсором, который следит за тем, в каком окружении находится машина и изменяет соответствующим образом мощность электрического поля. В результате чего поверхность меняет свой цвет и позволяет сливаться с окружением. Возможности смены цвета пока ограничены. В настоящий момент получается изменить цвет на красный, зеленый и синий. Однако в дальнейшем планируется наделить дисплей возможностью смены на любой цвет палитры. В преддверии ежегодного спортивного мероприятия Super Bowl, в котором сойдутся две сильнейшие команды футболистов, корпорация Microsoft решила порадовать своих поклонников необычным рекламным видео. В этом ролике, который будет демонстрироваться прямо во время спортивной игры, зрители увидят, насколько гарнитура HoloLens может изменить наше отношение к просмотру телевизионных спортивных матчей у себя дома. Super Bowl — это финальная игра за звание чемпиона национальной футбольной лиги. Сам матч и сопутствующие ему мероприятия на протяжении многих лет де-факто являются национальным праздником в штатах. А уж попасть в линейку рекламных роликов, демонстрируемых во время трансляции игры — это заветная мечта любой крупной компании. Microsoft, разумеется, не могла обойти стороной это событие. Да и тот факт, что компания является одним из основных спонсоров NFL, также накладывает свой отпечаток. Итак, как же HoloLens сможет изменить наше отношение к просмотру спортивных состязаний по телевизору? Во-первых, как утверждают инженеры Microsoft, мы сможем растягивать картинку трансляции практически на всю стену в своей комнате. Гарнитуру будет отслеживать интересующих нас игроков, демонстрировать трехмерные графики и таблицы с результатами, визуально отображать различную важную информацию и даже строить полностью трехмерную модель стадиона на нашем журнальном столике. Что уж там говорить о том, что в комнату в любой момент могут ворваться виртуальные копии настоящих спортсменов в полный их рост. Напомним, что первая версия гарнитуры HoloLens вот-вот станет доступной для разработчиков по цене 3000 долларов. Когда гаджет появится в свободной продаже, пока не уточняется. Совместное видео музыкантов Coldplay и певицы Beyonce, Hymn for the Weekend, выполненное в индийском стиле, вызвало серьезное недовольство пользователей соцсетей. По их мнению, подобный видеоряд представляет собой упрощенное, неглубокое и стереотипное видение самой страны и ее культуры. Съемки основной части четырехминутного ролика проходили на западе Индии, в городе Мумбаи. Помимо экзотических пейзажей и дивных храмов далекой страны, в ролике мелькают кадры традиционного праздника Холли, который также известен как фестиваль красок. Самобытность города зрителям демонстрирует солист Coldplay Крис Мартин. Фронтмен гуляет узкими улочками, наслаждается видами Мумбаи, поет с остальными участниками и отправляется на просмотр фильма с Бейонсе в главной роли. Исполнительница предстает в клипе в образе восточной кинозвезды, совершая стилизованные танцевальные движения. Интересно, что именно незамысловатая хореография стала камнем преткновения между Бейонсе и коренными жителями Индии. Последние заявили, что танец поп-дивы не имеет отношения к индийской культуре и часто является стереотипным и неглубоким введением их традиций. А известная индийская актриса Санам Капур, появляющаяся в клипе, фигурирует в нем незначительное количество времени. Сама же певица пока что воздерживается от комментариев в адрес негодующих. Впрочем, никаких оправданий может и вовсе не быть, поскольку преимущественная часть аудитории осталась довольна проделанной работой музыкантов. А теперь самое интересное и чаще всего просматриваемое видео из интернета. Ну вот и все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. С вами был Руслан Иванов, проект «В ритме жизни». Следите за новостями интернета, будьте в курсе всего самого интересного. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!